ДОНЕЦКИ 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 Фокус? Нет. Суперприбыльный бизнес и тайная схема финансирования терроризма. Смех боевиков понятен, ведь уже более года действует запрет Нацбанка на ведение финансовой деятельности на оккупированной территории. Фактически терминалы заменили собой боевикам банки и банкоматы. Эти железные ящики, глотающие вашу наличку, уже давно стали инструментом для полулегального обнала огромных сумм на территории ЛДНР. В Украине работающих номеров больше, чем население в полтора раза. Эти 60 миллионов активных номеров приносят мобильным операторам более 20 миллиардов гривен. И ежегодно эта сумма только увеличивается. Но не все понимают, как деньги, опущенные в терминал, превращаются в минуты или услуги. Терминал – это простой железный ящик, в который вы вносите свою кровно заработанную наличку. Но внесенные вами деньги не имеют никакого отношения ни к мобильному оператору, ни к вашему номеру. Почему? Сейчас мы расскажем. Мы открываем у мобильного оператора свой абонентский счет и кладем на него, например, 100 миллионов гривен. Затем покупаем терминалы и заключаем договор с процессинговой компанией, которая будет связывать наш терминал и мобильного оператора. Теперь мы можем ставить терминалы в любой точке страны. Пополняя счет, терминал отправляет сигнал в процессинговый центр, чтобы на ваш номер с нашего депозита списалась определенная сумма. Самое главное – в терминалы попадают наличные, а мобильному оператору перечисляются безналичные деньги. А наличные остаются в распоряжении владельцев терминалов. На территории ЛДНР это черный нал, который приносит владельцу терминалов до 20% от оборота. Человек продает его здесь, а где он берет, продает здесь, очень дорого продает. На территории ЛДНР сейчас работает больше трех миллионов мобильных номеров. Десятки миллионов, которые никто не контролирует, и о дальнейшей судьбе которых ничего не известно. Все это дело суммируют, собирают деньги, превращают полученные рубли в гривны. И каким-то образом на территории Украины какие-нибудь ловкие и веселые ребята вручную загоняют это все дело. Самое главное – о том, что наш сверхприбыльный терминал стоит в ДНР, мобильный оператор не знает. Знает только процессинговая компания. На вольт-билинг у них покупаете, плачежи они видят, и вы видите. То есть, а я имею просто процент? Да, а с этого процента они забирают себе процент. Кто в Украине зарабатывает на обезличенных ящиках в ДНР? И кто не боится быть посаженным за финансирование терроризма, играя в бизнес на два фронта? У Головщины есть только в тот момент нарушение законодательства. Когда они вот там на эти терминалы деньги поднимают? На днях СБУ заблокировала деятельность одной из крупнейших сетей платежных терминалов. Компанию подозревают в ведении деятельности на территории ДНР. Працювали терминалы на оккупованных территориях, и мало того, что они сплачивали свои родные податки, а попросту кажучи, что они сплачивали, просто давали деньги террористам, финансовали терроризм. Но в этой сети платежных терминалов свой взгляд на происходящее. Комментируя сшитое СБУшниками на скорую руку дела, они намекают на происходящий передел рынка под крышей провластных силовиков в пользу провластных компаний. Ну, у СБУ другое мнение. Им на сегодняшний день понадобился наш сервер. А зачем сервер? Ну, это понятно. Самый хороший действительный метод – это заблокировать работу предприятия. Все. Дальше предприниматель сам уже ищет правоохранителя. Это уже не первый случай блокировки СБУшниками терминалов на оккупированной территории. В мае силовики уже прижимали 250 терминалов, но чьих не сообщали. И чем все закончилось, тоже неизвестно. Мы провели свое расследование и разобрались, какие компании могут зарабатывать в ЛДНР, используя мобильные терминалы. Мы должны понимать одну простую вещь. То, что там происходит, это незаконно. Это зона, контролируемая террористами. Деньги, которые там оборачиваются, в принципе, могут быть использованы на финансирование терроризма. Надо сказать, что наше расследование изначально зашло в тупик. Чеки, выдаваемые в донецких терминалах, как и сам ящик, полностью обезличены. Нет абсолютно никакой информации. Ни названия компании, ни телефона. Только по номеру на ящике нам удалось выйти на смотрящего за донецкими терминалами. Им оказался некий Олег. Но ни предложение о сотрудничестве, ни жалобы на качество услуг не вынудили его раскрыть название платежной системы, работающей в Донецке. Вы мне можете ответить, через какую терминальную сеть я пополнял счет? Ну, этого НТС ничего не даст. Это коммерческая тайна или секрет какой-то? Ну, может, они спрашивают. Давайте я вам 7 гривен верну и его просто зашло. Единственное, что удалось выжать, так это украинскую прописку процессинга, через которую рублевые платежи волшебным образом превращаются в гривны. Мы с Украиной работаем, да? Как сказать, выработать можно и с Украиной, и через Россию. Единственная зацепка – это внешний вид самих автоматов. Донецкие терминалы словно братья-близнецы схожи с терминалами сетей, сети Pay и Kiwi. Обе компании имеют российские корни, но успешно работают не только в Украине, но и в ДНР. Мы сообщили СБО о своих подозрениях. Ответ был ожидаем. Мы сегодня проведем следствие о всех компаниях, которые работают. И, снова таки, мы не хотим быть голосовыми, мы не хотим звинувачивать любого безподставного. Как только будет собрана доказательная база, все будут перекрыты. Кто работает незаконно, кто порушает закон, кто спецпространяет и финансирует терроризм, но пока СБО думает и выборочно наказывает, секретные материалы сами вышли на путь возможных финансистов-боевиков. Если Ситипэй – чисто российская компания, и установить ее конечного владельца нам пока не удалось, то компания Kiwi с 2013 года имеет в Украине реального владельца и работает под брендом Тайм. Российские партнеры украинского Тайма Игорь Михайлов и Андрей Романенко – большие любители российского диктатора Путина. В Украине же эту пару представляет известный украинский бизнесмен Игорь Мазепа и его компания ОМП-2013. Именно она владелец терминалов Тайм. Мазепа – также один из ближайших друзей нынешнего главы администрации президента Украины Бориса Ложкина. Он вхож в кабинеты власти. Разгадан ли фокус с возможным финансированием терроризма? И работой обезличенных терминалов на Донбассе? Мы думаем, что не до конца. Мы нашли вероятных фокусников, а СБУ пообещало вывезти их на чистую воду. И надеемся, что силовикам не важно, кто чей друг и кошелек. А важнее остановить поток черного нала, который проходит через мобильные терминалы на оккупированной территории и может пополнять карманы сепаратистов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok